всем привет народ в этом видео мы разберем почему на самом деле то есть настоящую причину почему нейросети плохо рисует руки да кстати можете не писать про миджорни в комментариях я знаю что миджорни лучше чем другие нейросети рисует руки но там ситуация 50 на 50 на данный момент в некоторых картинка хорошо где руки расположены спокойно да вот так вот просто где-то там в подвиженном состоянии но когда они что-то держат в миджорни также бывают косяки и так почему это видео называется настоящая причина почему нейросети плохо рисуют руки потому что я недавно посмотрел видео на одном очень крупном западном канале там этот вопрос разбирали и там не просто поверхностная информация была там по большей части она была неверной и в общем то где-то даже вредной потому что те кто посмотрит те выводы они потом побегут хитрым образом обучать модели и у них ничего не получится итак переходим к конкретике вот такая вот схема плохие руки почему они получаются особенно на сейпл дифьюжен я уже не упоминаю нейросети какие-нибудь типа ган там ситуация совсем никакая начинаем самое главное причины самая главная причина это количество параметров количество параметров у искусственного интеллекта смотрите сюда основные характеристики g5 g5 1 имел 0 12 миллиардов параметров он был очень тормозной ни на что отвечать толком не мог g52 имел полтора миллиарда параметров уже можно с ним было чем-то общаться g5 3 который считается таким не очень умным искусственным интеллектом потому что сейчас уже есть g5 4 до он имел 175 миллиардов параметров это основные цифры которыми сейчас меряется искусственный интеллект g5 3 сейчас доступен в бесплатном доступе если кто-то еще с ним не общался он доступен по ссылке chat.opena.com каждый может заходить получать мудрые советы от этого искусственного интеллекта g5 4 вот здесь по моему не официальная информация по ней он обладает уже одним триллионом параметров параметры состоят из весовых коэффициентов и смещений не будем в это углубляться это нам сейчас не пригодится поэтому первая важная причина количество параметров у искусственного интеллекта у stable diffusion она не очень высокая здесь надо сказать что не объем модели не размер датасета а вот именно количество параметров является самым важным фактором дальше сейчас гуляет такое мнение нейросеть плохо рисуют руки потому что нам основных на стандартных моделях на которых они обучались было больше портретов было больше фигур а вот руки в кадр попадали крупным планом меньше это не совсем так количество изображений в тех моделях она достаточно для изучения любой структуры любых рук хоть человеческих хоть там у животных у обезьянок как угодно поэтому такая причина она возможно но она в данном случае имеет ничтожное значение дальше еще популярные претензии это качество датасета на котором обучалась нейросеть то есть мало руки должны быть описаны как например сторона ладони сторона внешняя указательный палец находится за средним пальцем типа все это должно быть описано в датасете когда тренируются большие основные модели эта причина также может быть но не в данном случае в данном случае также как и мало рук датасете является ничтожной причиной почему на аэросетях плохо рисуют причина руки это сложная часть тела у рук очень много изгибов фаланги могут изгибаться в совершенно в разных таких вот конфигурациях учитывая поворота в которых рука может находиться все это достаточно сложно но эта причина она напрямую связана с количеством параметров потому что в данном случае все определяется тем какое количество параметров будет у искусственного интеллекта чтобы понять любую сложную конструкцию чем больше количество параметров тем лучше он поймет все вот эти повороты руки разные движения пальцев и так далее дальше две интересные причины которые связаны и с количеством параметров и с датасетом неправильный биос. Что такое биос? Это предубеждение, то есть какой-то логический набор знаний, который позволяет о чем-то додумывать, рассуждать. Например, если в данный момент за средним пальцем указательный палец. При правильно работающем биосе можно это предположить в первую очередь, что указательный палец находится за средним пальцем. При неправильном биосе вообще может еще дополнительная фаланга достроиться. То есть к этим фалангам еще прорисуется вот это. Это будет неправильный биос. То есть не только нету понимания, что за одним пальцем может скрываться другой, но еще и заодно можно приделать столько фаланг, сколько захочется. Это может происходить из-за некачественного датасета, и это может происходить из-за недостатка понимания, то есть из-за небольшого количества параметров. Практически то же самое. Это недостаточный биос. Это вот именно следствие того, что в датасете мало рук, а также если присутствует маленькое количество параметров, то недопонимание того, что за чем может следовать. Давайте я вам покажу один пример. Вот пример недостаточной логики, которая не позволяет запоминать вот эти сложные биосы. Смотрите. Мужчина стоит перед камерой, женщина стоит за мужчиной, лошадь стоит за женщиной, слон стоит за лошадью. То есть логическая цепочка из расставленных четырех объектов перед камерой. Каждый должен стоять один за другим. Количество параметров у Stable Diffusion, ну, кстати, тут нужно сказать, что и у MidJourney тоже, не позволяет простроить такие вот логические расположения. Смотрите, как расположены фигурки на картинках. Ни одной правильной картинки здесь нету. Это Stable Diffusion 1.5. У второго варианты, возможно, даже еще и похуже. Это вот пример того, когда недостаточное количество параметров не позволяет простроить логические биосы. А вот вам еще пример неправильного биоса. Используя ControlNet, вы можете задать совершенно четкое расположение руки, расположение пальцев и так далее. Но когда дело доходит до обработки деталей, неправильный биос, то есть то, к чему привыкла нейросеть, не дает просто простроить так, как вы задаете. Нейросеть доходит до момента отрисовки деталей, видит ваш вариант и, скажем так, выражает несогласие. То есть она с этим не согласна, она так не может. Что это такое? Что вы ей предоставили? Она лучше нарисует пальцы так, как ей привычно. Она берет из своей базы какие-то неправильные варианты и пририсовывает их так, как у нее получится. Это пример работы неправильного биоса. Поэтому я уверен, что многие, кто посмотрел те популярные поверхностные мнения, что в датасете нужно прям расписывать, какой палец, на какой фотке, в какой последовательности расположен дату. То есть мизинец, дальше безымянный, дальше средний. Можете этого даже не писать. В файликах FileWords. Это не поможет нейросети обучиться таким структурам. А все почему? Потому что это маленькое количество параметров. И с другой стороны, если у искусственного интеллекта слишком большое количество параметров, то он сам поймет, какой палец за каким должен быть расположен и при этом ему не понадобится сотни тысяч картинок в датасете. Поэтому все проблемы у искусственного интеллекта упираются по большей части в количество параметров. Когда это количество будет увеличиваться, мы будем наблюдать качественные изменения в генерации картины. На самом деле все просто. Есть одна большая причина. Ну и на этом все. Благодарю всех, кто ставит лайки и подписывается. Всем удачи. До новых видео. Всем пока.